То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты в Соединённых Штатах. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американские рынки. Цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая, наверное, достигла исторических максимумов. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас. И это очевидная вещь для экспертов, потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чём. И даже здесь совершенно ни при чём запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями для того, чтобы обмануть в очередной раз своё собственное население. Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны, экономики, то мы с вами хорошо знаем. Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее. И, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно всё выглядит. Тем более, что мы все свои обязательства выполняем. Ещё раз хочу подчеркнуть. Мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. 100% загружено даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт. Мы всё это делаем. А цены там растут. Но не по нашей вине. Это результат их собственных просчётов. Нечего на нас сваливать. Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в своё время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь.